Отважный батюшка. Он старался поддержать прихожан разрушенного храма добрым пастырским словом, но когда один человек умер от голода, не выдержал, сел в свой старенький микроавтобус и поехал в Курск за продовольствием и медикаментами. Наша коллега Екатерина Худякова встретилась с молодым священником из пригорода Луганска и узнала, как под свист пуль и бомбежку отец Георгий прорывался через зону боевых действий, развернувшихся на юго-востоке Украины. Отец Георгий, воин в рясе. Он, как никто другой, знает вкус горя и понимает чужую скорбь. Несколько дней назад батюшка объезжал села и деревни, утешал и ободрял людей, отпевал убитых. Но после того, как некоторые населенные пункты оказались в гуманитарной изоляции, священник не выдержал и уехал за продуктами. Мы стали жертвами блокады, уже блокады 21 века. К нам не пропускают никакие вне продовольствия, не медикаменты, то есть никакой либо гуманитарный груз. Батюшка чудом миновал зону боевых действий. Он ни разу не попал под обстрел и благополучно добрался до Курска. Я не герой абсолютно, то есть ничего в моих действиях нет героического, чего-то особенного, чего-то экстраординарного. То есть я не являюсь каким-то политиком, чтобы зарабатывать себе дивиденды на этом. Просто Господь так управляет. Мы просто отзываемся на его призывы, отзываемся на его слова, которые он говорит нам в Евангелии. Что нет больше той жертвы, чтобы положить жизнь свою за други свои. В Курске священнику оказали гуманитарную помощь. Тушенка, рыбные консервы, крупы, макароны, овощи, несколько мешков муки. Все это отец Георгий привезет нуждающимся. Ведите и подожмите вот это вот все, чтобы оно не сыпалось. Такого доброго, сердечного, по-настоящему христианского отношения со стороны совершенно незнакомых людей еще не встречал, признался священник. Впереди у батюшки дальняя тяжелая дорога. Отец Георгий верит, что благополучно доберется до Луганска, ведь там его очень ждут. Дай бог нам добраться, благополучно. Благое дело творим.